И СТВ 5 канал, и РНТВ, Набережные Челны, а также названные ранее радиостанции, все это вместе СТВ Медиа. И порой большие мероприятия поддерживались большими силами. Информационными партнерами выступали сразу несколько носителей холдинга. А бывало, что и он сам, как единый коллектив, генерировал общегородские праздники и акции, или выступал с организатором таких. Уже стало традицией, что без СТВ Медиа проведение в челнах лыжни Татарстана в рамках федеральной акции «Лыжня Россия» сейчас не обходится. Главными информационными партнерами спортивного праздника выступили радиостанции «Авторадио» и СТВ 5 канал. Помимо призов для победителей лыжных гонок, они заготовили для пришедших массу веселых игр. У меня очень позитивное сегодня настроение, я выиграла подарок. Я очень рада, что объявляю такие конкурсы, где можно будет участвовать. Еще одна традиция СТВ Медиа, о которой нельзя не рассказать, это организация для коллег и партнеров вечеринки «День рекламщика». И на этот раз не обошлось без веселого креатива. Темой праздника стала психушка, а все гости на этот вечер стали ее пациентами. Потому что сама работа пиарщика, она очень такая сумасшедшая. Сумасшедший темп идет, сумасшедший ритм у них. Но было время в этом году и для очень серьезных дел. Так, в конце сентября работники СТВ Медиа решили лично поддержать благотворительную акцию «Спасибо, донор». И прямо в офисе холдинга его работники в течение дня сдавали кровь для нуждающихся. Мы все можем ненадолго отложить свои дела, которые могут подождать, ради тех людей, которые ждать не могут. Поэтому я с удовольствием приняла участие в этой акции. Как все устроено внутри холдинга и как тут все работает, не понаслышке знают те, кто приходит к нам на экскурсии. Студенты, школьники, воспитанники профильных смен. И каждый мог попробовать себя в роли телеведущего, оператора или радиодиджея. Я передаю привет своей маме и папе, которые едут на работу. Ландыш Капранова, Любовь Кочеткова, РЕН-ТВ, Набережная Челны.